МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ходе предварительного расследования установлено, что водитель Лексуса двигался по улице Советской со значительным превышением скорости движения. Он управлял автомобилем без очков и в утомленном состоянии. По уголовному делу проведен комплекс следственных действий, в том числе следственный эксперимент на месте ДТП. К материалам уголовного дела приобщены результаты многочисленных экспертиз, запись камеры уличного видеонаблюдения, а также показания свидетелей. Напомним, 30 декабря около 4 часов утра водитель совершил наезд на мужчину, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных телесных повреждений 33-летний пешеход скончался на месте происшествия. Водитель был задержан и водворен в изоляторе временного содержания. Установлено, что на момент совершения ДТП водитель не находился под воздействием алкогольных или наркотических веществ. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. По настоящее время обвиняемый находится в СИЗО. Гомельские спасатели бьют тревогу. С понижением температуры резко увеличилось количество погибших на пожарах людей. Чрезвычайные ситуации произошли в Ветковском, Гомельском, Реческом и Житковичском районах области. За прошедшие сутки в Гомельской области произошло 5 пожаров, на которых погибло 5 человек. Из них трое пенсионеров. Одну пенсионерку в городе Житковичи удалось спасти спасателям Житковичского РЧС. Работают следственные оперативные группы по установлению причин пожаров. Основными причинами рассматриваются это неосторожное обращение с огнем при курении, нарушение правил эксплуатации печного отопления, теплогенерирующих устройств, а также нарушение правил эксплуатации электросетей. В деревне Голыботской Гомельского района предположительно из-за проблем с электрооборудованием погибли сразу два человека – 60-летняя хозяйка дома и ее 73-летний сожитель. Похожая картина наблюдалась среди Белодня и в деревне Пересвятое Реческого района. Предположительно из-за курения произошел в жилом доме пожар на улице Центральной. Населением еще до приезда спасателей был вынесен на свежий воздух хозяин дома. Звеном газодымозащитной службы внутри помещения был обнаружен и его 33-летний сын. После проведения реанимационных мероприятий медиками была констатирована смерть обоих. В связи с усилением мороза на территории Гомельской области хотелось обратить внимание граждан на соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации теплогенерирующих устройств, печного отопления, электросетей, а также особое внимание о запрещении курения в постели. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Продолжение следует...